Примар-студия Продюсер «Парень с Северной Руси» Композитор Александр Софикс Директор картины «Парень с Северной Руси» Золотой миллиард России Мнение Приглашаем к сотрудничеству Текст за кадром читает Станислав Краснов Этот фильм мы создали с целью просвещения народа России В связи с историей, положившей свое начало в 1991 году Когда Россия проиграла холодную войну своему геополитическому противнику Для многих граждан России вопрос жилища в настоящее время является острейшим Более 40% населения не могут позволить себе приобрести квартиру в ближайшие 300-500 лет Остальным приходится работать годами на нескольких работах, чтобы приобрести себе хоть какое-нибудь жилье Расчистка строительной отрасли от уже набивших оскомину барьеров Станет важнейшим показателем наших усилий по улучшению инвестиционного климата и делового климата в целом в стране Нам нужно кардинально менять ситуацию Невозможно бериться с тем, что на согласование увязки прохождения инстанции уходят годы И сдержки в конечном итоге ложатся на граждан Россия находится на 178 месте Ну это куда годится вообще просто позорище Где-то точечная достройка, по-моему, граждан уже достала Это заявление премьер сделал на совещании в подмосковном городке Новая Ступина, где строят коттеджный микрорайон Чтобы точно такие же появились в других регионах, из федерального бюджета выделят 25 миллиардов рублей К 2015-му более половины строящегося в стране жилья должно быть малоэтажным Правда, заметил Путин, для достижения цели нужно значительно удешевить подключение домов к инженерным сетям Сейчас эти услуги в России стоят в 40 раз дороже, чем в большинстве развитых стран На мой взгляд, сейчас, имея в виду всю совокупность экономических, административных и других составляющих В России, может быть, появился исторический шанс кардинально изменить ситуацию в жилищной сфере в стране У нас для этого сегодня все есть И земельные ресурсы, и финансовые, административные наработки Владимир Владимирович Путин Читаем нашу Конституцию Статья 40 Каждый имеет право на жилище Никто не может быть произвольно лишен жилища Второй пункт Органы государственной власти и органы местного самоуправления Поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище То есть, видно, что не требуется от человека платить, зарабатывать деньги на жилище и потом только владеть То есть, нет обязательного условия платить за получение жилища Пункт третий Самый интересный Малоимущим, запятая Иным Если мы не малоимущие, мы иные Указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище Мы нуждающимся в жилище? Пожалуйста Оно предоставляется бесплатно Слово бесплатно в Конституции написано Или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленным законом нормами То есть, доступная плата человек может сам для себя решить 100 рублей, 1000 рублей, для кого-то 100 тысяч А кто-то скажет, что мне доступная плата 10 рублей Читаем первую статью Конституции Российская Федерация, Россия Есть демократическое, федеративное, правовое государство С республиканской формой правления То есть, у нас не какая-то там анархия, а все-таки право работает И смотрим статью 7 Российская Федерация – социальное государство То есть, не капиталистическое однозначно Политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизни и свободное развитие человека И вот, читаем статью 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Признание, соблюдение и защита права, свободы человека и гражданина – обязанность государства Вот и, пожалуйста, решайте для себя Имеете вы право на бесплатное социальное жилье или не имеете? Можете вы пользоваться? Хотите вы этим пользоваться правом? Или не хотите? Сергей, ведь действительно в Конституции прописано о бесплатном жилище Пиши заявление и получай, но почему же не строят? Я тоже не понимал, пока не узнал, что развитие России запрещено А значит и массовое строительство жилища для народа в частности В России в течение 20 лет последних существует самая главная тайна, закрытая цензурой и пропагандой И тайна эта заключается в том, что у России нет суверенитета с 91-го года Россия потеряла суверенитет в результате поражения в 40-летней войне с Соединенными Штатами Америки Как у любой страны, которая получила поражение в войне, страна потеряла суверенитет, а именно Страна платит дань Соединенным Штатам Америки раз И если мы возьмем, например, российский рубль, мы увидим, что он имитируется в соответствии с законом на Центральном банке пропорционально долларам в резервах А доллары покупаются, то есть на каждый рубль, который имитирован в России, заплачена дань Соединенным Штатам Америки И оборот рубля – это ежедневный платеж дани Купили товар в магазине, маленькую копеечку отправили на благо американского народа Второе – платим дань кадрами, потому что лучшие специалисты в науке, просто молодежь, даже дети в приемных семьях массово направляются в стране-победителю Поскольку она страна-победитель Имеем запрет на развитие от победителя Как и любая проигравшая страна, Россия запрещена развиваться И мы впоследствии можем детально обсудить, как работает этот механизм Но суть его следующая Россия не имеет права проводить модернизацию, изменить, например, тип экономики Это запрещено Россия не может повысить резко уровень жизни и увеличить благосостояние населения Потому что это рассматривается победителем Соединенными Штатами как вызов И как попытка восстановить конкуренцию с Соединенными Штатами Как попытку реванша И, соответственно, это запрещается и блокируется И иногда спрашивают, как это делается Но у американского посла есть право принимать российские законы И мы обсуждали эти вопросы Посол пишет бумагу Вашингтон Вашингтон принимает решение И в России соответствующий закон принимается Тот, который нужен стране-победителям Соединенных Штатам Америки Как утверждает Николай Выхин Жилье недоступно для абсолютного большинства Подчеркну, не трудно доступно, а абсолютно недоступно Без всякой перспективы заработать на самую малосемейную квартиру Или даже комнату в коммуналке Число семей, улучшающих в Российской Федерации жилищные условия Постоянно снижается Если в 1990 году в новые квартиры, по большей части бесплатно Перебрались 1 миллион 296 тысяч семей То в 2000 году только 253 тысячи За огромные деньги и далеко не простых семей В 2009 их количество снова сократилось 147 тысяч семей В 2011 году 112 тысяч семей Перспектива совершенно очевидна Абсолютное большинство населения будет жить в советском наследии Пока оно не рассыплется от времени После чего начнет бомжевать Никто их никогда не построит Почему? Почему? Я вам скажу У нас 12 тысяч людей на очереди Обездоленных Сегодня по жилищному кодексу Государство взяло на себя Обязанность, ответственность Обеспечить только малоимущих граждан Давайте честно говорим Война была проиграна Советским Союзом Не только потому что там предатели Которые конечно бы А когда их не было А потому что ее в Советский Союз предал народ Который не стал его защищать Ну давайте мы для себя скажем честно Пусть другие лапшу нам бежат Вот в 41-м стал защищать А в 91-м не стал Потому что пропаганда получше работает Внешний враг А здесь внутренний Какой внутренний Внешний враг США То что они действовали через внутренние механизмы Агентов и пропаганду Это их Естественно они хотели получить победу Поэтому их действовали как удобнее И как успешнее Что они идиоты действовать неуспешно А у нас народ предал И сейчас я Моя точка зрения Я просто об этом говорю уже как специалист Что если народ второй раз предаст свою родину Сейчас то у нас не будет родины Опять второй раз за последние 25 лет Или 30 лет Опять ее не будет через лет 5-6-7 Понятно? Это я уже как говорю как специалист Чтобы никому не было знаете Потом скажут А нам? А мы не знали? Нас обманули? Мы не верили в Горбачева? Вот я просто честно заранее говорю Что наш ребенок погибнет А потому что этот процесс не будет мирным Потому что лень было Вылезти на улицу Защищать свою родину Пару раз Понятно? Золотой миллиард России Мнение Приглашаем к сотрудничеству Часть вторая Система оккупации Русских невозможно победить Мы убедились в этом за сотни лет Но русским можно привить лживые ценности И тогда они победят сами себя Бисмарк Из книги Владимира Константиновича Хомякова Власти народ Страница 80 Бюджет государства рассматривается как собственность власти Представители управляемого народа Хотя и являются налогоплательщиками Не рассматриваются властью Как лица Перед которыми нужно отчитываться О доходах и расходах бюджета Бюджеты рассматриваются Как средства обогащения власти За возможность распоряжаться бюджетными средствами Ведется постоянная борьба внутри власти Победитель в этой борьбе Получает возможность Самого быстрого обогащения А почему малоимущий Должен иметь столько же метров Столько же метров Сколько имею я Не малоимущая А почему он малоимущий Давайте разберемся Работает ли у нас экономика Растолько Чтобы человек мог заработать Как там Работает Сейчас чиновнику на вас плевать Вот вы сейчас обратитесь к чиновнику Любому Любого уровня Он от вас Ничего не зависит Он знает что У него начальство От него начальство Другое начальство А его начальство знает Что все решения Принимает дядя из другой страны Плевать Поэтому мы выходим На изменение конституции И если вы обратите внимание Судебная реформа Это не случайно Путин начал подходы Конституции С изменения судебной системы Не случайно Потому что судебная система Это все-таки ветвь власти То есть власть Как и президентская Парламентская И это ветвь власти Официально имеющая В настоящее время чиновники, пользуясь безграмотностью народа, заставляют собирать справки по любому поводу, которые действуют ограниченное время, стоящие от 7 до 20 тысяч рублей в сумме для подачи заявления в очередь на улучшение жилищных условий, к примеру. И это несмотря на то, что давно уже существует закон в одно окно, согласно которому государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения и обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и уных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия. 59 ФЗ 2 мая 2006 года Кстати, я раньше слышал, что мы проиграли холодную войну, но как и все, не придавал этому никакого значения. Проиграли да проиграли, лишь бы не бомбили. А нет, проигравший находится в оккупированном положении раба. Вот этого я не знал и не принимал, как сейчас не понимает и не принимает большинство нашего населения. И платим мы дань детьми, учеными. Безвозвратно платим так называемый стабилизационный фонд, из которого мы получаем обратно в виде рублей раньше половину бюджета, теперь еще меньше по решению Госдепа. Россия ежедневно платит дань в размере более 1 миллиарда долларов. Каждый гражданин России, платящий налоги, в частности, финансирует войну в Сирии. Правда, Путин сумел сделать все, чтобы не сдать Сирию. Меньше становится в его окружении предателей и прямых агентов влияния. Но пока народ спит и не ведает, что если негра хочет пушки, это не значит, что нет войны. Война без войны пока еще в разгаре. Публичная позиция МВФ, она есть, ее легко найти. Только пропаганда у нас это не... Вот про Грецию у нас говорят, ну как бы на стороне, а про нас не говорят. У нас та же абсолютная ситуация. Только отличие какое? Греция – должник, а Россия – кредитор. То есть, когда Грецию заставляли уменьшать расходы, ее заставляли уменьшать, потому что, чтобы должник жил по средствам. Какая-то логика в этом была. Плюс у Греции позиция европейских банков 2-3% годовых для кредитования экономики, а у нас 20%. А у нас для этого вообще нет никаких обоснований. То есть, нам все должны, и нас еще заставляют уменьшать расходы, чтобы отдать еще больше тем, кому нам все должны. Понимаете, да? Это уже не долги. Это в чистом виде ужесточение эксплуатации колонии. Греция не колония, а вассал. Ну тоже, вассалы, как бы и мы вассалы. Но мы еще плюс к вассалу, еще и колония. То есть, из нас просто вытягивают все соки ради дяди Сэма и его союзников. В чистом виде. Но методы вытягивания такие же, как Греция. И мы сейчас говорим о методе. Приказ МВФ, сокращение госрасходов, и по всем сусекам ищут деньги. Вот пенсионные деньги, 300 миллиардов нашли, отлично, отправили в Америку. Побежали в регионы, нашли деньги в регионы, собрали, отправили в Америку. Побежали в здравоохранение, нашли деньги в здравоохранение, сократили, отправили в Америку на здравоохранение Америки. То есть, технология прямой, брутальной, без всяких хитростей эксплуатации колонии. Даже не скрываемой. Что у нас люди очевидных вещей не видят. Я могу объяснить только двумя вещами. Качественной работой американской оккупационной пропаганды и простотой русского народа, который верит в то, что ему говорит оккупационный телевизор. Не задумывайте. За год реально 18% изъято из страны. Я имею ввиду проект этого бюджета, который сейчас вносится. Я вам скажу так. Если люди опять будут терпеть и платить барину американскому, значит в следующем году еще будет 10%. Но это же очень просто. Если ты терпишь хозяйский хлыст, значит на тебя будут наваливать все подряд. Мы же почему поднимаем национально-освоительное движение? Вот эти уличные мероприятия в поддержку Путина. Вот последняя акция, где участвовало 200 городов на улице. Для того, чтобы у России появилась какая-то самостоятельность в решениях. Чтобы она не просто, ой, что прикажете, дядя Сэм, то и сделаю. Прикажете вам есть в два раза меньше? Буду в два раза меньше есть. Отдам последнее, исподнее, сниму, вам отдам. Лишь бы вы в Америке жили хорошо и счастливо. Но это позиция людей. И то, что люди не выходят в массовом числе на защиту своей родины, вот в том числе от таких вот усилений эксплуатации, усиления колониального гнета, усиления рабской эксплуатации людей в России. Это как раз и есть отсутствие любви к своей родине. Потому что, понятно, ума отсутствия, это еще там можно найти. А любовь-то где найдешь? Это и есть предательство. Мы будем жить с каждым годом хуже и хуже не потому, что правительство, которое, конечно, работает на иностранном управлении, не потому, что депутаты, которые, конечно, принимают законы по указке американцев, а в основном потому, что народ предал страну. А раз ты предатель, значит, плати. Но если ты предатель, почему ты должен жить завтра лучше, чем сегодня? Ты должен жить завтра хуже, чем сегодня. Но я так считаю. Я не прав. И мы будем жить с каждым годом хуже, хуже и хуже. Получать хлыстом по хребтине и погружаться в пучину рабства. С каждым годом. Госдепартамент ответственен за кадровую работу в России. Вот как вы будете контролировать вот эти десятки, сотни тысяч назначенцев на оккупированной территории? — То есть, получается, им специально платят маленькие зарплаты, чтобы потом на грантах, на каких-то взятках, на воровстве… — Я бы так все-таки не сказал. Им не то, что специально платят маленькие зарплаты. Им создали такую систему госслужбы, понимаешь, маленькие зарплаты. Их там в 10 раз больше народу, чем нужно для начала. То есть, вся архитектура госслужбы, она как бы липовая. Это не госслужба, это служба театрального обеспечения государственного управления. Я бы так сказал. Потому что технологически они не нужны в таких количествах. И то есть, все должно быть… Вот если мы говорим о суверенном государственном аппарате, суверенной страны, он вообще другой. Совсем. — Численность у него другая, полномочия другие, архитектура другая, названия другие. Все другое. Это по-другому все выстроено вообще, в принципе. Потому что он работает на народ своей страны. И там другая система движения власти, движения кадровой политики. Все другое. А это оккупационные механизмы, элементы оккупационной машины. Соответственно, людей, которые имеют активность патриотическую, а таких много среди госслужащих, они же в этой стране растут, живут. Какая бы у них не была семья, там где-то за рубежом ребенок не учился, он все равно здесь, его тут одноклассники, девушка его здесь живет, еще кто-то там, первая любовь. То есть, это сильные факторы. Их переломить просто американскими деньгами или агентурной вербовкой невозможно. Они действуют в каждом человеке. Какой бы ни был американский агент даже. Но, чтобы это все уравновесить, два фактора. Первый, сделать, в принципе, госаппарат неэффективным. То есть, чтобы энергия чиновников, которые хотят что-то сделать для полезного, чтобы она терялась в бессмысленных согласованиях. Коррупция. Конечно, коррупция элемент управления оккупированными территориями. Просто он был и всегда такой. Гитлер делал ставку на коррупционеров на оккупированной территории СССР. Ну а кто еще будет служить? Только коррупционер. Он же не за родину слушает, он же против родины. Значит, за деньги. Раз за деньги, значит, коррупция дает два элемента. Не только деньги, она крючок дает. Плюс эта коррупция прикрытая. Они же все за границу уедут. То есть, они там разместят свои наворованные деньги, если это коррупционная ветвь, и она будет под полным контролем. Если человек плохо себя будет вести, у него не только деньги там отнимут, но и здесь через Навального еще и попытаются посадить. Понимаете, да? То есть, у него двойное, с одной стороны, деньги, которые он может потерять, коррупционные. Двойной смысл служить американцам. А с другой стороны, он на крючке за ту же самую коррупцию. Сергей, неужели чиновники на местах напрямую выполняют указания внешнего управления? Некоторые, да. В первую очередь, те, кто имеют средства и имущества за границей. Потому Путин с трудом в ручном управлении продавил закон о собственности чиновников за границей. Так всегда было исторически, что оккупанты использовали на оккупированной территории продажных и коррумпированных чиновников для ослабления геополитического противника через уничтожение местного населения. Потом, после кардинального ослабления оккупированной страны, очередь доходила до самих бывших помощничков. США всегда сдавали перебежчиков, никто не остался в живых, и никто из предателей своей родины не передал свое богатство по наследству. Исключений пока еще не было. Вместе со 2 на 3 июля был арестован мэр города Ярославля Евгений Урлашов. По данным Следственного комитета, Евгений Урлашов и его подчиненные вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей. Ну, во-первых, в России каждый третий мэр большого города, миллионника, сидит. То есть профессия мэра – это путь в тюрьму. Сразу. Одна треть. Ну, на самом деле, все. Просто не всех успели посадить. Так, прежде всего, всех, что ли, посадить, по-вашему? Мэров? Да. Ну, судя по статистическому, большинству, конечно. За что? Ну, по экономике в основном. Это такая работа в системе исполнительной власти. По правилам там сидят одни воры. Ну, в основном. То есть там трудно быть не вором. Я просто знаю, что по Питеру, там, когда Полтавченко пришел, он прекратил коррупционные проекты все. И когда я вам сказал, все коррупционные проекты прекратить, ему доложили, спешных прекращенных проектов, выяснилось, что это все 100% проектов. И в Питере возникла реально проблема на целый год с проектами, с инвестиционными, со строительством и так далее. Это система, то есть оккупанты установили в России систему коррупции. В этой системе коррупции нельзя быть на многих должностях в принципе человека некоррупционного типа. То есть ты обязан либо заплатить за эту должность, либо иметь компромат, чтобы на этой должности отрабатывать кому-то эту должность, эту позицию. Это правило установлено оккупантами. Они отбирают, как и Гитлер, в свою администрацию на оккупированных территориях людей по принципу вор, бывший преступник, обиженный и так далее, технологический. Это такое правило. Многие наши вопросы, наверное, были бы снялись, если бы наши зрители просто пошли в библиотеку ближайшую и посмотрели воспоминания, как жили любые колонии в мире. Их же много было. Маргарет Тэтчер экономически целесообразно оставит на территории России 15 миллионов человек. Президент Путин прекрасно понимает, что именно массовое строительство жилища может стать гарантией небывалого подъема России и реализации национальной идеи «золотого миллиарда», в ответ на слова Маргарет Тэтчер, утверждавшей, что России достаточно и 15 миллионов. А пока руками чиновников, саботирующих указ номер 607 мая 2012 года, совершается фактический геноцид. Сергей, так значит система заставляет чиновников служить оккупанту напрямую? Можно сказать и так. Правда не все из них, построенные с 1991 года в системе, об этом даже догадываются. Чиновники нижнего звена все-таки ближе к гражданам. Я надеюсь, что с ними можно будет легче договориться о переходе на сторону Путина и народу России. Но изначально оккупанты все продумали так, чтобы вообще никто ни о чем не догадывался. Как говорится, план Даллеса не существует, но он осуществлен. В доказательство своих слов агент переправил нам вот эту рыжую папку с копией документа за подписью бывшего директора ЦРУ Алина Даллеса. В плане по пунктам расписано, как именно будет уничтожена наша страна. Важно же в суд документ, а не кто его написал. Она очень проста о том, каким образом нужно разрушать, так сказать, систему. И они это сделали. Они это сделали. Все продается, все покупается, патриотов письми. Все, что Даллес написал в 1945 году, все есть в Российской Федерации. Полная картина. То есть план удался позже. Конечно. Я думаю, что конечная цель развитого уже плана Даллеса – это лишить российские поколения образования, приравнять их к тому примитивному пониманию жизни, которое существует на Западе у молодежи. И в конце зачипизировать всех и вся. О плане Даллеса не принято говорить по телевидению. Исключение – журналист Андрей Караулов, который сделал уже не одну передачу о том, как реализуется план в России. Я спросил однажды у Филиппа Денисовича Бабкова, генерала армии КГБ. Завещание далось. Реальный документ? Он смехнулся. А тогда почему, по-твоему, мы с диссидентами боролись? Это вы переводите, да? Он сказал, что мы будем нашу международную часть… Половину. Он сказал, что половину резервов, сформированных правительством, а я же об этом и сказал, просим вернуть обратно, а сформированный резерв международный, то есть валюте иностранного, вернуть обратно для строительства дороги и для строительства кольца вокруг Москвы. Вот что он сказал. Опять возвращаюсь к нормальному политическому диалогу. То есть он попросил или потребовал обратно половину Дани вернуть, потому что он здесь укрепился, победил в Сирии, укрепился здесь, дать вернуть. Дальше что произошло? На него набросили со страшной силы, все подряд. Так же там Оксана Дмитриева из «Справедливой России», еще там топы, пятые колонны. И начали его блокировать в этих решениях. Это первое. Начали говорить, украдут, там просто отдаем, а тут как бы половина вернется, ну нельзя, потому что типа украдут. Ну нельзя придумывать всякие истории. До такой степени надавили на ситуацию в России, в том числе через пятую колонну, что буквально три дня назад выходит замминистра экономики страны, недавно назначенный, фамилия Напе, и заявляет, что он решение Путина о выделении, о возврате половины Дани из правительственной Дани в России отменяет, буквально дня три назад. Фамилия его как-то Напе, он сказал, я это решение отменяю, и там как-то это дело обосновал. Кстати, это обычный типичный случай, да, то есть Путин дает команду, например, дал команду и учебника истории, помните? Создать и учебник истории. Ну два-три месяца выдержали паузу, потом вышел министр образования Ливанов и сказал, я решение Путина о едином учебнике истории отменяю. Будет концепция. Концепция, чтобы было понятно, это учебник истории, это вот берется книжка, пишется учебник истории, утверждается начальником каким-то, там, министром, правительством, и все, во всех школах России сто миллионов этих учебников по ним учатся, понятно, да? А концепция? Концепция это такая лист бумаги, на котором написано, описать период 17-го года, 18-го года, 19-го года, 20-го года, и там чуть-чуть о чем. В принципе, что есть эта концепция, что ее нет, никакой разницы нет. Потому что эту концепцию взяли, за те же деньги Сороса или чьи-то напечатали учебники истории, извратившие историю России, и их раздали в школах. Что у нас сейчас и есть. У нас 600 учебников истории написано на иностранные гранты. То есть попросту министр образования отменил решение президента о введении учебника истории. Подгузов Николай. Да, точно так, замминистра экономики, только что назначенный для этого недели две назад, прямо свеженький, с пылу, с жару. Тут же, для этого, кстати, его и назначили. Тут же вышел и сказал, я отменяю решение Путина о возврате половины дани в Россию. Все. Народ не вышел на улицы поддержать Путина по поводу того, чтобы часть дани возвратить. Народ безмолвствует. Народ по-прежнему придерживается, раз он не вышел, своего предыдущего решения о оккупационной конституции о статусе России колонии. Все решение Путина было отменено заместительным министром. Подгузов Николай Радьевич окончил в 1997 году Санкт-Петербургский государственный технический университет, а в 2000-м Московский государственный институт международных отношений. А работает в Министерстве финансов? Нет, сейчас замминил экономики. Ну вот-вот он работает в Министерстве финансов. Вы же понимаете, что такое Министерство финансов. Это же ближайшая как система, как и Центральный банк к американцам. Тут все понятно. Прошел хорошую школу, еще и МИДовскую, значит, наладил необходимые отношения. Скорее всего, получил соответствующие гранты от штатов. Скорее всего. Ну, мы начнем копать биографию, все это найдем. И все, ему поручена высокая миссия отменять решение Путина в области экономики, не согласованные с Госдепартаментом и МВФ. Он их и будет отменить. И у него власти больше, чем у Путина в конкретном вопросе, чтобы было понятно. Но если человек может отменить решение другого должностного лица, у кого больше власти, у замминистра экономики или у человека, который это решение принял, в данном случае у президента России. То есть, все просто. Это к вопросу о тех людях, которые говорят, что у Путина, значит, это царская власть и прочее, прочее. Да нет, но вы уже давно говорите, что у Путина нет царской власти. Однако же другие, вот, вражеские, скажем так, средства массовой информации, они, наоборот, картинку, да, картинку рисуют, что Путин может все. Может он все, да. Ну, и отменить его все, все, что он может, может отменить простой замминистра, в данном случае, экономики. А до этого министра образования. Вместо того, чтобы обсуждать вопрос содержательный, колонии, не колонии, как освобождаться, и в рамках этого содержательного вопроса и выясняет роль Путина, начинает обсуждать Путина, Федорова, Петрова, Иванова, Сидорова с целью не обсуждать содержательный вопрос. Вся система пропаганды в конечном итоге работает только над одним. Не обсуждать вопрос о колониальном статусе страны. Потому что как только начинается вопрос о колонийном статусе, возникают ответы, как из него выйти. Самое главное здесь запрещено именно говорить о статусе страны. Потому что как только вы называете статус страны, автоматически у миллионов людей в России возникает желание поднять свой семейный альбом с фотографиями своего деда, который погиб по Берлином или под Курском, и для которого не было вопросов, на чьей стороне ему этому деду воевать. На стороне Красной Армии, Советской Армии, или на стороне Гитлеровской Германии, Гестапо. У него не было таких сомнений. А у его внука или внучки сомнения возникли. На чьей стороне ему воевать? На стороне национальных властей, которых не все получается. И у Сталина тоже не все получалось, как командующий. Или на стороне Гитлеровской Германии, под предлогом того, что Сталин отступил до Сталинграда. Ну, раз он отступил до Сталинграда, значит, конечно, надо воевать против плохого командующего Красной Армии. Ну, вот такая логика. Вот и все. И на этом все сразу заканчивается. Золотой миллиард России. Мнение. Приглашаем к сотрудничеству. Часть третья. Механизм системы оккупации. Я никак понять не могу, что такое огромное количество людей, находящихся во власти, могут делать все, что угодно за деньги. Избыточное количество людей. Но из функции их не делать ничего угодно за деньги, они получают деньги для того, чтобы ничего не делать. Это разные вещи. Ну, это получается, значит, еще и отношение человека к своему народу. Не так. А как? Нет, объясняю. Вы путаете систему и человек разные вещи. Чиновники закольцованы между собой в систему ничего не делали. Это помните, как в этом фильме. Сможешь там за день? Смогу. А за два? Помощник нужен. А за десять, да. Ну, нужно много помощников. Это то же самое. То есть, американцы управляют правилами. То есть, они управляют стратегией и правилами. То есть, они создали правила функционирования российской системы власти, в том числе правительств, министерств и ведомств. И они их таким образом создали, чтобы система не работала. Независимо от того, какой там хороший личный человек. А для того, чтобы от человека меньше что-то зависело, поскольку он может оказываться патриотом, вы правильно сказали. Да, то его уравновесили десятком таких же, чтобы уж система точно сработала. Отсюда у нас в десять раз больше чиновников. Это такая тонкая вещь, которую понимают люди, которые профессионально занимаются госуправлением. То есть, поэтому у нас в десять раз больше чиновников, чем нам нужно для управления. Какой же выход из создавшейся ситуации? Как можно чиновников обратить на сторону народа? Народ должен узнать правду. Какие огромные права у нас есть даже в этих условиях? Нужна смелость многих. Чиновники тоже нуждаются в бесплатном социальном жилище. У них тоже есть дети и внуки. По-хорошему, нужно строить огромное количество коттеджных поселков, городов-спутников, ориентированных на сельскохозяйственную деятельность в частности. Почему мы проиграли холодную войну? Вот начало правды. 40 лет с 1945 года американское правительство финансировало программу внедрения идеологии потребительства в СССР силами двухсот институтов днем и ночью с целью развращения русского народа через искушение продаваться за джинсы и жвачку. В 1991 году Россия зависела от импорта продовольствия на 70%, сегодня на 60%. Ельцину было предложено сделать выбор – или лечь под олигархов и дальше управлять Россией, а он слишком любил власть, или выбрать уничтожение России в результате того, что всего лишь недельку не будут ввозиться продукты из Европы. Мы и сейчас зависим от импорта продовольствия. А в связи с тем, что нашим геополитическим заклятым друзьям нужна слабая Россия, нам до сих пор запрещено массовое строительство жилища, в первую очередь коттеджных поселков, тем более с гектаром, где люди будут обеспечивать себя и всю страну здоровыми и полезными продуктами, рожать детей в условиях процветания, осуществляя национальную идею золотого миллиарда России, русского миллиарда, о чем говорят и Путин, и Стариков, и Федоров, и многие другие патриоты России. Кстати, чиновники, вовлеченные в различные коррупционные схемы под предлогом законности того, что земля якобы скуплена и ее нет для строительства жилища, в связи с искусственно заниженными нормами постановки на очередь на жилище, не понимают, что оккупационная система их использует для прямого геноцида народа. Депутаты точно также поставлены в это положение, в городах чуть меньшей степени. К тому же, то там, то здесь появляются заказные статьи и видео против энтузиастов, желающих жить и процветать в своем доме, рожать и воспитывать детей. Называют их сектами, лишь бы Россия не поднималась с колен. Американцы продумали практически все основные законы в стране, даже Конституцию, по которой деньги не принадлежат России. Нам запрещена идеология, а следовательно долгосрочные государственные проекты. Россия подчиняется внешнему управлению. Статья 75 Конституции Российской Федерации, пункт 1. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным Банком Российской Федерации. Введение эмиссии других денег в Российской Федерации не допускается. Статья 13 Конституции Российской Федерации, пункт 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Статья 15 Конституции Российской Федерации, пункт 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяется правило международного договора. А как же то, что мы избрали президента, который должен заботиться о народе? Почему он не объявит открыто на всю страну, что мы в оккупации? Мы избрали президента как гаранта Конституции, в которой он обязан ее исполнять. Конституция направлена на улучшение жизни США в большей степени, чем России. Что-то менять в пользу российского народа без массового вмешательства самого народа – это означает государственный переворот. Поэтому и вышел указ Путина номер 601 от 7 мая 2012 года об упрощении процедуры изменения законов. Что нужно делать нам, а может быть и даже переходящим на сторону России чиновникам? Наш нынешний геополитический противник победил в информационно-правовом поле, в сфере законодательства. Поэтому нужно в первую очередь разбираться в наших законах. Кстати, Путин 7 мая 2012 года издал целых 15 указов, один из которых тот самый 601-й, о том, что инициатива, набравшая 100 тысяч голосов граждан, подлежит рассмотрению в правительстве, а затем в Госдуме. Мы можем инициировать проекты законов и продвигать их. На сайте российских общественных инициатив уже более тысячи инициатив, но мало кто о них знает. СМИ в основном умалчивают об этом, не обучают народ управлять страной. А зачем это нужно, если они служат не России? А были бы советские времена, нам бы каждый день на работе и по телевидению по 10 раз растолковывались все идеи Путина, которые он пытается продвигать, но они саботируются чиновниками и продажными СМИ. А также почти никто нигде не разъясняет все права народа, что нужно массово делать то-то и то-то. Даже юристы с красными дипломами, как мы убедились, не понимают основы Конституции, потому что в ВУЗах этому, к сожалению, не учат. Скажите, пожалуйста, кто высшая власть в стране? Кто? Кто? Высшая власть в стране. Не надо меня экзаменовать, конечно, президент. Нет, конечно, не знаете. Народ, который избирает президента временно, как менеджера, для слугу народа, для исполнения своих, своей воли. Но когда он его избрал, когда он его избрал, он ему дал свою большую власть. Статья, не передал, статья 3, пункт 2. Не знаете Конституцию, и вы мониторинг не проходите, вы как чиновник не подходите на эту должность. Статья 3, пункт 2. Я вам уступлю. Хорошо, гражданин имеет право... Если вас поставят, надо же. Гражданин имеет... На-на-на, найдем, хороший человек. Да, конечно. Гражданин имеет право... Пожалуйста. ...исполнять непосредственно, управлять государством. Статья 3, пункт 2. Читаю просто дословно, вы уж извините. Читаем. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть непосредственно. Народ – единственный источник власти и обладает исключительным правом распоряжения ею. Народ на определенных условиях передает полномочия на распоряжение властью, не саму власть, и на определенное время до новых выборов своим представителям. При этом, как сказано в части 4 статьи 3 Конституции, никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Наряду с отмеченными, власть народа обладает и другими особыми свойствами. Это прежде всего публичная власть. Ее цель – достижение общего блага или общего интереса. Эта власть имеет общесоциальный характер. Она обращена ко всему обществу и каждому индивиду. Индивид, гражданин, самостоятельно или через институты гражданского общества, может в той или иной мере влиять на осуществление такой власти. Народа власти предполагает, что общество в целом – народ или его часть реализует власть, то есть осуществляет непосредственно или через своих представителей управление делами общества и государства, добиваясь таким образом удовлетворения общих и не противоречащих им частных интересов. Непосредственная власть имеет различные формы проявления. Через представительную или прямую демократию – непосредственное осуществление прав и свобод. 80% указов Путина систематически саботируются чиновниками всех уровней. Вышедший указ об ответственности чиновников за неисполнение указов президента также саботируется. 15 июля 2013 года Совет Европы призвал российские власти не мешать работе некоммерческих организаций и привести законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муижниекс заявил, что принятые в России законы о регулировании деятельности НКО нарушают фундаментальные права и свободы человека, в частности, свободу слова и собраний. Комиссар особо выделил так называемый закон об иностранных агентах, принятый в Российской Федерации, обязывающий организации регистрироваться в качестве иностранных агентов, если они, занимаясь политической деятельностью, получают финансирование из-за рубежа. Муижниекс подчеркнул, что словосочетание «иностранный агент» имеет негативную окраску для 62% россиян по результатам опроса Левада Центра, кстати, тоже иностранного агента. И это словосочетание связывает со словами «шпион» и «предатель». Получившие подобный ярлык организации не смогут нормально функционировать, так как люди, а в особенности представители государственных учреждений, будут избегать сотрудничать с ними, особенно по вопросу возможных изменений законодательства или государственной политики, заключил комиссар Совета Европы. Собственно говоря, этим он косвенно подтвердил, что законы в Российской Федерации подаются через некоммерческие организации, получающие деньги из-за рубежа. Модель экономики создается под определенный тип человек, под определенное общество. Это все равно, что, знаете, вот у человека есть какая-то фигура, он говорит, «Ты мне там купи в магазине костюмчик». Без размера, безо всего. И, как правило, вы понимаете, какой будет результат. Либо костюмчик будет висеть, либо его надеть нельзя будет. Точно так же и здесь. Говорить о модели экономики можно тогда, когда мы поймем, кто мы и что мы. А на данный момент мы должны понимать, что идет необъявленная война. Идет необъявленная война. Вспомните Великую Отечественную войну. Мы особенно не занимались экономикой. Вернее, мы занимались производством, но строительством мы не занимались. Экономика, в переводе с греческого, домостроительство. Вот кончится война, будем строить. Теперь понятны слова Тамары Васильевны Пожидаевой. Чиновники просто пропитаны заразой пренебрежения Конституции, по которой у нас гарантируются социальные ценности. План Далеса сработал на ура. Жилищный кодекс диктует рыночные отношения. Прямо берем кодекс жилищный и написано, что на сегодня жилищный кодекс Российской Федерации, принятый, действует с 1 мата 2005 года, направлен на рыночные отношения. Поэтому на сегодня, пожалуйста, кто имеет возможность покупать сами жилье, обеспечивают жилье, обеспечивается жилье только малые мужчины. Геноцидный жилищный кодекс замечательный. Давайте не будем говорить геноцидный. Именно он такой. Мы будем его отменять. Мы будем его отменять. Да, может быть, он очень сложный кодекс. И нам сложно по ним проходить. Но Конституция выше его. В массе своей сегодня получить жилища не могут. А почему они должны в массе своей получать? А потому что они по Конституции имеют право на него. Там написано нуждающиеся. А что, у нас все живут на улице? Нет. У нас, я вам скажу, я вам дам информацию. Ну что, люди живут на улице? Давайте начнем с этого. Хорошо, они живут не в сарая. У нас что, люди не обеспечены жильем? Нет, вы не ответите на вопрос. У нас люди живут на улице. Я скажу следующим образом. Значит, согласно исследованиям института Сысина, государственного, сертифицированного медицинских наук, гигиены и так далее, доказано, что все, что меньше 30 квадратных метров на человека, это опасность заболевания. 28-30. Поэтому мы утверждаем, что все, что саботируется ниже 30 квадратных метров, это геноцид. Потому что человек не может жить достойно, не может жить здоровой жизнью. Это конфликты, онкология и все остальное. Поэтому мы, инициативная группа, фондовцы наши, начали в Питере и по всей России, это сейчас движение идет, чтобы мы могли жить на законных основаниях по Конституции бесплатно 30 квадратных метров минимум. Люди нашего поколения помнят о том, как выглядел кодекс строителя коммунизма. По сути, это было упрощенное упоминание о религиозно-нравственных принципах практически всех традиционных современных религий. И когда даже эта упрощенная форма перестала существовать, возник морально-нравственный вакуум, который мог быть заполнен только одним – возвратом к настоящим, истинным ценностям. Рассуждает Путин, добавляя, что такими ценностями могут быть только ценности религиозного характера. По сути, в основе и русской нации, и российского государства лежат единые ценности, которые объединяли всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Это единое духовное ценностное пространство, и это очень серьезный фактор объединения народа, отметил президент. По словам главы государства, его самого втаяние от отца коммуниста покрестила мать. Я старался написать книгу, где рассказал бы о принципах геополитики как науки на конкретных примерах из нашей истории, из нашего настоящего, и, не побоюсь этого сказать, из нашего будущего, потому что хотим ли мы с вами действовать по канонам геополитики или не хотим, знаем ли мы их или не знаем, наши геополитические противники их прекрасно знают и действуют в соответствии с этими принципами. На принципе, эти очень простые, одновременно очень циничные и жестокие. Противника, то есть цивилизацию суши, каковой мы с вами являемся согласно геополитическим канонам, нужно дробить, оттеснять вглубь континента, отрезать от береговой линии и не давать нигде выхода к морю. Собственно говоря, это, так сказать, геополитические постулаты, которым следуют наши противники. Если же сказать все еще более простым, еще более человеческим языком, то сама геополитика является, по сути, сборником неких правил, которыми должен руководствоваться государственный деятель для того, чтобы выигрывать конкурентную борьбу с другими государствами. То есть это не что иное, как простая, циничная борьба за природные ресурсы, за человеческие ресурсы, за доминирование. Ну вот в человеческой истории, к сожалению, ничего другого до сих пор не было. И у нас, к сожалению, опять же, нет оснований считать, что с какого-то года ближайшего что-то произойдет в человеческой истории такое, что она пойдет совершенно по другому пути. И межгосударственное соперничество, межгосударственное, межцивилизационное, я бы даже сказал, столкновение, которое мы постоянно наблюдаем в истории, наблюдаем в нашем настоящем, оно прекратится и наступит золотой век человечества. Ничего этого, к сожалению, нет. Поэтому я думаю, что поскольку вне зависимости нашего желания эта борьба геополитическая будет продолжаться, то с точки зрения здравого смысла, самосохранения нашего народа и нашего государства, мы должны хорошенечко эти правила изучить, чтобы не только по ним играть, но еще по ним и обыгрывать. Раз отступают, значит живите хуже. Ну сколько это можно как бы уговаривать-то? Людей уговариваешь жить хорошо, быть богатым и здоровым, они говорят, не хотим быть богатым и здоровым, хотим быть бедными и больными. Ну уговариваем, 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 но уже ничего не получается. Ну хотят быть бедными и больными, ну что тут сделаешь? Только потом не жалуйтесь, потому что эта бедность и болезнь приведет к следующему этапу, к терроризму и распаду страны через какое-то время. Идеалом, отвечающим наибольшему благосостоянию нашего народа, должно считать общину. Согласно ведущую летом земельную работу, а зимой фабрично-заводскую. Вот что может сделать русский народ богатым, трудолюбивым и образованным. Дмитрий Иванович Менделеев. Город. Мегаполис. Неплохая, в общем-то, штука, недоведимая ее до абсурда. 70% населения России живут в городах. Возможно, для какой-нибудь Дании или Франции это и нормальное положение вещей, но для нашей страны это значит, что 98% всей ее территории не заселену вообще. Никем. Пока. А мы продолжаем косяками тянуться в города в погоне за своей голубой мечтой, которую здесь пока что еще можно урвать. В кредит. Чем больше миллионов здесь живет, тем больше противоречия, тем больше риски. Здесь будут большие проблемы с безопасностью. Здесь будут проблемы с какими-то, скажем так, межгрупповыми конфликтами или чем-то подобным. Всегда будут какие-то диаспоры, которые, возможно, будут между собой не очень дружественны. Здесь будут какие-то серьезные социальные риски. Ты не знаешь, кто может прийти в твой дом. Разговоры о судьбе страны, о необходимости изменения, проложенные либералами колеи государственного развития, ведутся в обществе давно. Но так и останутся разговорами, если не найдут поддержки в сердцах людей. А повального исхода из мегаполисов пока что явно не наблюдается. Горожане вполне довольны своей жизнью. Довольны? У нас, вы знаете, у нас другая информация. Мы сделали исследование, научили исследование относительно трудовой аграрной миграции в России. Так вот, городское население сегодня, 65% по вопросу, готово оставлять это городское лоно. Я бы сказал так, миллионы людей думают о том, куда деться. А если они заработали денег, если им старше 30 с чем-то лет, очень многие люди задают эти вопросы. Но вот этот позыв сегодня, он никаким образом пока не направлен к государству. То есть позыв деурбанизации развития. Проблема в том, что некуда на сегодняшний день поехать. Потому что провинция – это место, где плохо, где разруха, где не очень доброжелательные местные жители, не очень рады приехавшим горожанам. Там много вопросов. И тем удивительнее узнать, что в России, оказывается, уже существуют целые поселения людей, решивших порвать со своим городским прошлым. По данным исследовательской группы Циркон, таких поселений уже около 300. А в само движение вовлечены десятки тысяч человек. Количество это, с одной стороны, небольшое, но в то же время ясно показывающее, что это уже идущий процесс. 65% населения, согласно опросу, думает вернуться на Землю. Но нужно создавать условия на государственном уровне для поселков, где будут жить и работать люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Государственный институт Сысина доказал, что если человек живет на жилплощади менее 30 квадратных метров, то это опасные заболевания туберкулезом, педикулезом, нервными расстройствами и вырождение нации. Государственный институт Сысина доказал, что все, что меньше 30 квадратных метров, это фактически туберкулез и опасность его переноса, а также суицид, бесплодие, конфликтность и вырождение нашей нации. Инициаторы утверждают, по России необходимо собрать 100 тысяч заявлений от нуждающихся в улучшении жилищных условий, направить об этом соответствующие бумаги премьер-министру страны, после чего, согласно 601 указу президента, власти должны будут разработать программу по строительству бесплатного жилья для заявителей. Если есть 100 тысяч заявлений, вот, пожалуйста, читаем, что это первый указ, если подано 100 тысяч заявлений недовременно, там, в интернете или письменно, то это имеет силу референдума сбывшегося. Сергей Емельянов утверждает, что в России уже есть прецеденты, когда активность людей в решении квартирного вопроса выливалась во вполне конкретные действия властей. Он есть в ТОСНО, люди писали много заявлений, строятся уже городки целые. О чем говорил Путин, будут строиться города-спутники, коттеджные поселки и так далее. Но пока народ спит, чиновники делают то, что хотят. Сергей Емельянов уверен в том, что люди должны сами бороться за свои права, гарантированные им федеральными законами и Конституцией России. Фонд жилищного социального минимума, основанный в Санкт-Петербурге группой единомышленников, утверждает, что граждане России имеют право на социальное жилище. Причем даже по существующим законам, сегодня давать людям жилье менее 28-30 квадратных метров является нарушением прав граждан, требующая компенсации за наносимый гражданам вред в связи с тем, что жилище дается народу не по нормам санитарно-эпидемиологическим, а по тюремным нормам Италии 1937 года. Это 12-18 квадратных метров на человека в каждом регионе по-разному. Для сравнения, норма социального жилища в Европе 60-70 квадратных метров, в США 90, в бедной Северной Корее 100 квадратных метров. Участие в национально-освободительном движении даст возможность получить огромные средства на строительство жилища в виде многоквартирных домов и коттеджных поселков для народа с полной инфраструктурой. Сейчас мы платим более 1 миллиарда долларов в день оккупанту безвозвратно. После выхода из оккупации так же легко можно будет решить вопрос с землей, которую якобы кто-то скупил. Это широко распространяемая ложь, цель которой в том, чтобы люди даже не догадывались о своих огромных правах. Земля на самом деле дается в долгосрочную аренду, но согласно указу Путина, если она не используется по назначению, то земля изымается без компенсации затрат на оплату аренды. Если же граждане организуются в народное и местное самоуправление, то согласно Конституции и Федеральному закону 131, они сами получают право распоряжаться и пользоваться собственной землей. А пока у нас осуществляется оккупационный принцип власти, даже думать об этом запрещается. Правда, не всегда успешно. Есть примеры того, как народ взял власть в свои руки и приступает к процветанию. Это село Красная Горка под Санкт-Петербургом. Примеров других успешных местных самоуправлений пока мы не знаем, где бы сам народ взял власть в свои руки. У нас заявительная форма права в стране. Следовательно, пока народ не напишет грамотные заявления, никто ничего им устроить не будет. Но вначале нужно утвердить законы с собиранием более 100 тысяч подписей за проекты законов. Что такое приватизированное частное жилище и что такое социальное? Мало кто знает, что в этом вопросе также большая ловушка для граждан с целью уничтожения России. Есть немало далеко не глупых мэров городов, как мы знаем, которые не приватизировали жилища, потому что знали, что рано или позже придет момент, когда частников будут стричь как баранов налогами на жилище. Государство имеет право на это, если на местах нет народного местного самоуправления, защищающего народ. Есть живой пример. В одном военном городке дали жилище офицерам. Некоторые успели его приватизировать. И случился катаклизм, который уничтожил дома. Тем, у кого было социальное жилище, выдали новое в ближайшее же время из аварийного фонда по закону. А тем, кто приватизировал квартиры, сказали, что они обязаны стать на общих основаниях, снова в очередь на многие десятки лет. Далее. Как мы знаем, Сергей Мавроди должен государству по решению суда миллионы рублей. Но почему он живет в квартире? Почему ее у него не отберут в пользу погашения долга? Да потому, что она социальная. Она защищена по закону. Кроме того, социальное жилище обеспечивается капитальным ремонтом, согласно законодательству, за счет государства. Поэтому не сомневайтесь, что ваши расходы за ваше приватизированное жилище теперь вырастут на порядок за счет налога на жилище и землю по рыночной стоимости. Вот что значит быть собственником жилища с правом продажи. А что касается вопроса, как поменять социальное жилище в одном городе или районе на другой, так в советские времена целые службы этим занимались, и все были довольны. А кто-то мне как-то говорил, что социальное жилище не защищено, его могут отобрать. Смешные люди. Если вы по своей вине случайно с балкона сприватизированной или купленной квартиры уроните что-нибудь на дорогой Мерседес, то вы будете обязаны компенсировать убыток за свой счет. И если денег не хватит, вы обязаны будете продать квартиру, или у вас ее конфискуют с последующей выплатой разницы. Поэтому необходимо всем просыпаться и участвовать в мирной эволюции государства в правовой сфере. Голосовать против введения налога на частную собственность, против дополнительных затрат на капремонт, что является дополнительной данью оккупационному режиму власти. Если мы будем молчать, то либералы, ненавидящие Россию, однажды выдвинут закон, который будет утверждать, что неэффективное население нужно подвергать эвтаназии в газовых камерах. Причем они это сделают настолько и умны, и убедительно, что молчавшие ранее будут молчать и дальше в надежде, что их это никогда не коснется. Ошибаетесь. Война продолжается. Золотой миллиард России. Мнение. Приглашаем к сотрудничеству. Часть четвертая. Выход. Участие в национально-освободительном движении и организации местного самоуправления. Американо-российских отношениях и наличиях, согласны вы с этим или нет, идеологических фундаментальных противоречий. У нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальные культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского коллективистской. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот «В унесенной ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении, представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное с Богом. Понимаете, это немножко разные философии жизни. И поэтому понять друг друга довольно сложно, но можно. Граждане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей страны, своего края, своей малой родины, своего имущества, собственности и своей жизни. Гражданин тот, кто способен самостоятельно управляться собственными делами, свободно сотрудничая с равными себе. А лучшая школа гражданственности – это местное самоуправление и самодеятельные организации граждан. Конечно, имею в виду в данном случае НКО. Кстати, одна из лучших российских политических традиций – земская традиция – также строилась именно на принципах самоуправления. Только из эффективных механизмов самоуправления может вырасти настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита. Государство готово и будет доверять самодеятельным и самоуправляющимся структурам. Но вы должны знать, кому мы доверяем. И это абсолютно нормальная мировая практика. Именно поэтому мы приняли новое законодательство, повышающее прозрачность деятельности неправительственных организаций. Развитие регионов, их самостоятельность должны работать на создание равных возможностей для всех граждан страны вне зависимости от их места проживания. На ликвидацию дисбалансов в экономическом, социальном развитии территории России, а значит на укрепление единства страны. Русский миллиард – это действительно находка, соответствующая нашей культуре, исторической, генетической культуре, складывающейся с десятками, в совокупности тысячами лет, которая складывалась. И я хотел бы сказать о следующем моменте. Прозвучало, что в России, если бы не было демографических и всяких там военных других проблем, было бы 500-600 миллионов. Но давайте посмотрим, сколько в России жило в том самом 2013 году. В России жил каждый седьмой житель планеты. Я смотрю на этот вопрос в плане конкуренции наций. Каждый седьмой житель планеты. На сегодняшний день сколько у нас живет людей на планете? Значит, каждый седьмой – это чуть больше миллиарда. Если бы Россия сохранила свой исторический путь в конкурентной борьбе наций, а именно этим и занимаются все нации и государства во всей своей истории, в силу разных причин и чувства собственной значимости, то есть осуществляет конкурентную борьбу. У нас бы сейчас был этот самый миллиард с небольшим. Значит, вопрос заключается в том, что произошло в 2013, 2017 и другие 1991 годах, в результате чего был разрушен российский исторический механизм конкурентной борьбы наций, в результате чего мы потерпели катастрофическое положение, откатились до позиций с каждого седьмого жителя планеты до каждого 36-го. Что произошло? А произошло поэтапная потеря, во-первых, российской культуры, во-вторых, российского суверенитета, то есть право реализовать свои культурные тысячелетние наработки в повседневную практическую деятельность и в повседневную практическую жизнь, в том числе в сфере управления, в сфере государственного строительства, в сфере экономического уклада и многие-многие другие. Значит, ответ, вот если спросить, у кого взять пример решения проблем, там в Швеции, потому что там почти социализм, не знаю, во Франции, потому что там что-то еще, в Германии, в Америке, в Японии иногда, там в Швейцарии, надо взять пример с себя, вернуть традиционную российскую культуру через право самим определять свою жизнь. И тогда российские мозги, которые признаны в мире лучшими, иначе бы не было миллионов российских ученых, которые работают по всех лабораториям мира, решат эти проблемы. Какое, но если по-крупному, какие основные механизмы, которые позволили России решать эти проблемы до 1917 года и быть в числе самой большой, и создать вообще самое большое государство планеты. Как-то даже удивительно, как же так, наши предки создали самое большое государство планеты, а сейчас вот к нам, и как-то это сделали без вашингтонского белого господина, который должен научить жизнь. Просто удивительно, как-то они так сумели. И жили-то недавно всего лишь, это поколение наших дедов и прадедов, вообще-то говоря. Граждане, по Конституции и даже нынешней, вы имеете огромные права для получения социального жилища, для того, чтобы заниматься любимым делом и получать за это достойную зарплату. Но нынешнее положение таково, что скрытое внешнее наднациональное управление, в частности в виде 664 негосударственных коммерческих организаций, сознательно разрабатывает запутанные законы так, чтобы Россия не развивалась. Поэтому всем нам нужно участвовать в национально-освободительном движении, выходить на пикеты и митинги за национализацию Центробанка, за изгнание этих негосударственных коммерческих организаций из России, по примеру, Индии, за принятие новой Конституции, по которой мы вернем себе суверенитет, право на государственную идеологию, согласно которой коррупция будет считаться изменой Родине, как и саботаж приоритетных государственных проектов. Согласно идеологии государства возродить русский миллиард, с приоритетом развития, в первую очередь, семейных ценностей. Золотой миллиард России. Мнение. Приглашаем к сотрудничеству. Часть пятая. Обращение к чиновникам и народу. От лица творческой группы, создавшей это видео, предлагаю народу занять активную позицию и выступить за суверенитет России, который станет основой процветания нашей страны, в частности, массового строительства малоэтажной России. Во многих городах уже есть отделение НОД национально-освободительного движения, выступающие в поддержку национального лидера Владимира Владимировича Путина, вершиной чего стоит национализация Центробанка, изменение Конституции и переход к народному самоуправлению. А пока необходимо выступать за принятие закона о правде в СМИ. За отмену законов по геноцидной ювенальной юстиции, обязывающей отбирать детей и переправлять их в Европу на органы и за большие деньги геям на сексуальные утехи. Также нужно выгнать внедренные в Россию НКО, разрабатывающие законы для нас, чтобы страна не развивалась. Обращаемся к чиновникам. Вы – часть народа. Предлагаем вам осознать, что оккупационная система власти использует вас для уничтожения российского народа, перекладывая ответственность на президента, у которого нет полномасштабных полномочий изменить систему в пользу народа. Не пришла ли пора понять, что если не будет народа, не будет и вас? Предлагаю вам перейти на сторону народа и служить общему благу для всех, справиться со всеми искушениями, а следствие процветания России станет для всех нас наградой. В противном случае нас ждет поголовное истребление. Очень мало кто останется в живых, если все мы не объединимся против внедренной оккупационной системы власти. Депутатам всех уровней предлагаем создать необходимые законные механизмы, которые сделают движение бюджета и контроль за расходами прозрачными. К этому должны быть допущены народные и общественные организации с освещением в интернете для оценки и контроля. Без этого уничтожение России через коррупционный механизм власти будет продолжаться. Любому, даже самому наивному человеку ясно, что будет трудно это реализовать по понятным причинам, но между Родиной или смертью мы предлагаем всем нам выбрать Родину. В конце концов, мы – народ-победитель. Просим все партии и общественные организации движения поддержать нашу инициативу, ввести в школах и институтах предмет по изучению огромных прав народа и механизмах его осуществления народное местное самоуправление, на примерах тех граждан, кого система вынудила вооружиться знаниями и успешно противостоять ее убийственной агрессии. Обращаемся к сознательным патриотам России, работающим в СМИ с целью создания статей, передач на телевидении на тему осуществления местного самоуправления, права народа по Конституции. Обращаемся к народу. Уважаемые сограждане, у нас есть в системе законодательства огромные возможности преобразить страну до процветания. Для этого есть простые и понятные механизмы. И нужны нам и самой России те, кто не поленится изучить эти возможности, кто преодолеет в себе страх, как это давно уже последовательно делает Владимир Владимирович Путин и защищает народ от тотального истребления. Но не пора ли самому народу проснуться и принять участие в собственном освобождении? У нас есть достаточно знающих людей, материалов, помогающих разобраться в том, как взять власть в свои руки на местах, чему уже неоднократно призывал наш национальный лидер. Создать везде и всюду местное самоуправление? Для этого у вас уже есть все возможности. Просим народ проголосовать на сайте российских общественных инициатив, на сайте КПРФ и других сайтах за ключевые народные инициативы, в частности, за проекты законов о массовом строительстве жилища, об утверждении нормы 30 квадратных метров о родовых поместьях, требующих где 20, где 100 тысяч голосов для их рассмотрения и принятия. Участие в программе Фонда жилищного социально-санитарного минимума способствует повышению вашей грамотности в реализации своих огромных прав, гарантированных Конституцией. Чтобы в недалеком времени получить бесплатное социальное жилище, вы можете участвовать в сборе подписей за проекты законов об утверждении минимальной социально-санитарной нормы 30 квадратных метров общей площади жилища на человека и о массовом строительстве жилища. Также можно участвовать по этим и другим подобным вопросам в голосовании на различных сайтах, в том числе на государственном портале Госуслуг, на сайте российских общественных инициатив. Только массовое участие народа в продвижении инициатив может поднять Россию с колен и вывести на уровень процветания. Этим видео мы хотим привлечь ваше внимание к теме о необходимости повышения грамотности наших граждан в вопросах реализации социальных гарантий, в частности гарантии на бесплатное социальное жилище, которое и вы можете в ближайшее время получить. А знание есть сила и власть. В настоящее время наши отделения по стране занимаются организацией очереди на квартиры по минимальной социально-санитарной норме 30 квадратных метров. У нас уже есть активисты, которые продумывают, как будут устроены наши поселки, как мы будем в них жить и работать, сотрудничать во всех сферах жизни, становясь хорошими соседями друг к другу, готовыми участвовать в общинной жизни поселка на основе народного местного самоуправления. В этих поселках с полной развитой инфраструктурой мы планируем заниматься различной предпринимательской деятельностью, в первую очередь сельскохозяйственного назначения, что выведет нашу страну из зависимости от импорта продовольствия. Мы приглашаем вас стать участниками нашей программы. Помогая и содействуя себе, своей семье в вопросах правовой грамотности, вы поможете России реально преобразиться. Для участия в программе фонда с целью получения бесплатного социального жилища вам необходимо обратиться в ближайшее отделение фонда, написать заявление главе своей администрации и главе правительства. Копию этих заявлений направить в свое отделение, где проводится работа по координации в реализации народной инициативы о массовом строительстве жилища по социально-санитарным нормам. Начинается оформление земли под поселки до работы с застройщиком. Все это работы вы можете сделать и сами, если хотите, начиная от разработки грамотных заявлений до получения квартиры. Уверяем вас, в социальном правовом государстве, только зная законы, может добиться многого, но пока только массовым участием. Также вы можете участвовать в наших конференциях, которые проходят по понедельникам 19.00 по ссылке, которую вы здесь видите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова